Добрый ночи. Доброго вечера. Здесь Санкт-Петербург и вы откуда? Дядя. Что-то вы так вздыхаете. Да хочется уехать, видимо, им оттуда уже, поэтому вздыхают. Очень хорошей страны. Очень красивой. Расскажите, интересно. Очень плохими соседями. Вот с соседями нам не повезло. Да, у вас там соседи такие, да. Польша, все дела. Не повезло. Ну, расскажите, расскажите, интересно, что за страна, что за соседи. Заставляют вас воевать. Узбекистан. Украинцы. Я украинка. Вы украинка по паспорту или по национальности? По национальности, по паспорту. Понятно. Ну, и живем по мозгам. Только не украинка, а, скорее всего, нахэ называется твоя национальность. Живете сейчас на Украине? Да. Ну, прекрасно. А я родился в Санкт-Петербурге, ну, в городе Ленинграде он тогда назывался. Сейчас живу в Санкт-Петербурге, северо-запад России. У нас с соседями все нормально. С какими? Ну, с любыми. С одной стороны, у нас Китай. Хорошее, богатое государство. Ну, блин, не со всеми, конечно, соседями нормально. Там Литва немножечко выпендривается. А так... Ну, вот, у нас с ними давно тесные связи, торговля. Вот. Есть Монголия. А торговля чем? Ну, вы знаете, много чем. Мы туда энергоресурсы поставляем, древесину. Очень много... Оружие. Что еще? Оружие. Не, в Китае не продаем. Они сами хорошо делают оружие. Ага. Причем здесь... Почему вы подумали, что вы продаете? Может... Почему я не удивлен, что они бухают? Китай вам продают? Нет, у нас нет китайского оружия вообще совсем. Мы продаем оружие... У вас есть советское? Мы продаем оружие в Индию. У нас все советское. У нас Искандеры советские, Сармат советский, значит. Что там еще у нас советское? А Армата, вот этот танк тоже советский, значит. Там... Ну, в общем, у нас все советское. Все советское. Вообще ничего своего нет. Ну, не то, что Украина, естественно. Естественно. У них джавелины. Они вообще там выпускают такие вещи модные. Джавелины. Энлау. Вот, мы продаем оружие во много стран. Ну, а с Китаем нет, оружием не торгуем. А вы кто по профессии политолог? Нет, я занимаюсь железнодорожными перевозками, логистикой. А откуда вы знаете эту всю информацию? А это не закрытая информация, открытая информация. Ничего такого нет. Понятно, а я работаю на мясокомбинате. Ну, прекрасно. Мясом? Извините. Производите мясо, колбасы делаете, может, какие-то? Ну да, с детских детей русских. Ага, с детей русских колбаски делаете. Ясно, понятно. Интеллект 120 IQ, я понял. Колбаску смерть мускалям. В Черкассах ее изготавливают. Российский немовлят. Слушайте, ну вы пока так шутите, пока так шутите. Уже треть Украины, уже Украине не принадлежит. Продолжайте шутить дальше. Что именно? Опа, докажу это вам. В телевизоре сказали, да? Ну как, слышите? Я Степашка выскочил, блядь, из-за угла. Вернее, нет, Хрюша. Хрюша выскочил. Опа, как я вам сказал. Это карта сказала. И, кстати, Зеленский тоже подтвердил. Слышали, такой город Энергодар. Энергодар, да? А что там? А город такой Херсон. И вам рассказали по телевизору, да? Нет, почему? Прям по телевизору, прям по телевизору, прям рассказали. Угу. Степашка с Хрюшей. Опа, да. А кто это тут? Блядь. По телевизору Херсон, город. Слышали такой? Херсон свободный, да? Херсон свободный, да. А, освободили. Тебе мозги освободили. Причем при рождении, походу. Вы знаете, там недавно супермаркет открылся новый, и цены в рублях уже. Можете в Ютубе зайти, посмотри. Цены в рублях и в гривнах. Ну вот видите, вы знаете, что в рублях и в гривнах. Вот видите, что... А говорите, что... Оккупирован, но по официальным данным он принадлежит Украине. Ну вы же сказали, что его уже освободили. Как могут в освобожденном Херсоне... Да, освободили область. Какую? В Херсонскую. А Херсон в какой области находится? В Московской. В Московской области Херсон, а Херсонскую освободили область. А Херсон остался в Москве. Херсон, Россия. Но область освободили. Но вообще она права, область освободили от идиотов. Это она права. Я говорю не о самом центре Херсона Подождите, Херсон это столица области, да? Столица, ой, понятно Но только Херсон Сел там, деревья, не знаю Да, только Херсон Я говорю, Херсон, вот Херсон А вокруг все они освободили Все вокруг И один Херсон такой в центре стоит, неосвобожденный Понятно, ясно Давайте Кубань, это чья территория? Кубань, это Российская Федерация А почему? По истории она украинская А это когда она была украинской? Можете сказать по истории? По истории, говорит, это украинская Мы вот на физике историю изучали Нам физичка сказала Что Кубань это исторически украинская территория Да, у нас физичка очень умная была Угу Он был российским Почему вы... Ну, Херсон сейчас российский, сейчас А по истории он был российским? А по истории Крым вообще был, знаете, чей? Это самое, Римской империи Можешь вернем в Римскую империю? Не, не вернем, а че? Был же когда-то Ну, он был советским Он был советским Так почему же вы Литву себе не забрали? Литва тоже была советская Вы знаете, мы ничего себе не забираем Мы только принимаем тех, кто к нам хочет присоединиться А Херсон говорил, что он хочет к вам присоединиться? Конечно Многие жители Херсона уже получили российские паспорта О, 24 человека Какие 24? Два с половиной Остальные еще не дошли Не, гораздо больше Гораздо... Слышь, дорогой, смотри Я тебе скажу... О-о-о, училка прибежала по математике Смотри, сейчас разрулит Скажу только одно Вашему Путину нужно только количество километров А, Путину количество километров надо Километры надо Путину Дайте Путину километры В любую сторону В любую Чем больше количество километров, тем лучше Он питается километрами Если что Ногтями, столами и километрами Люди, ему насрать на людей, понимаешь? Зачем ему километры? Он их жрет Ты понял, о чем я говорю? А вы знаете, знаете, сколько километров? У него мания величия У него мания величия Если ты такой умный Если ты нормальный Ну, типа, я вижу, что... Ну, я... Я вижу, говорит Точно видишь? Уверена? Присмотрись Мне интересно ваше мнение послушать А вообще, в принципе, при чем здесь Путин? А, слушай, а кто развязал эту войну? Байден? Ну, вообще-то, эта война началась в 2014 году Вы слышали? Нет, стоп Война началась на Донбассе и Луганская область Донецкая область и Луганская область В каком году? В каком году? В 2014 Вот, правильно, я и говорю Война началась в 2014 году Видите? И при чем здесь Путин? Получается В 2014 году Фига она в нос залезла, смотри как Мать, мозг не покорябый Там и так не особо, что есть Ты куда полезла-то? Смотри, полезла куда? Туда аж Стоп Мать, тррррр! Тормозни Видите, вы тоже А, нет Вы тоже это знаете вы тоже это знаете знаете постойте а с чего на секунду у меня вопрос а с чего она началась в четырнадцатом году из-за того что наши люди из бесили что я не хотел чтобы мы шли в евросоюз а причем здесь путин если это ваши люди сейчас послушай потому что путин пасти я не постил к путина был и когда послушай не первое яных был подстилка путина но выбирали его народ украины получается народ украины захотел себе в президенты подстилку путина потому что народ украины это все агенты кремля новая тема и все которые были наши президенты до зеленского все что путин хотел они все ему давали они как-то как бы договаривались а сейчас зеленский сказал пошел ты нахуй дорогой но я не знаю ну а в четыре а в четырнадцатом году где был зеленский писей по роялю водил пем 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 смотри если люди так очень сильно хотят идти в россию пускай пиздует нахуй нет они не хотят в россии они хотят жить на своей земле и чтобы им всякие вот такие вот хрюши не мешали зачем куда-то идти если они на своей земле но ругайтесь в команде некрасиво убивать детей стариков блять и насиловать хрюша опять проснулся сидел сидел что там в носу ковыряла мозг поцарапала смотри взбесилась фрюш ты чё такой агрессивный вы правильно говорите вы правильно говорите вот в четырнадцатом году вы же сами сказали война началась что один на одна часть украинцев не согласилась с другой частью украинцев и началась гражданская война причем на нашу территорию и заплатили деньги подождите у нас нет тетушек у нас с этими флагами с этими вашими флагами тетушки причем тетушки это украинское чисто слово но они наши почему-то нет таких тетушек у нас нет тетушек мы не знаем кто это такие ты нас слушаешь и я тебе тоже буду слушать если ты не будешь не перебивать вы перебиваете меня не если ты будешь не перебивать русский язык не родной но ничего страшного давай мы продолжаем я не спорю что в донецке много людей которые хотят в россию и я этого не ну не могу этого суперечить я не знаю как это по-русски не повык это нормально я понимаю зато мат по-русски прекрасно знает как это по-русски не знаю как мат по русским ты шо конечно ля если они хотят в россию это не дело они могут взять и поехать туда я хочу поехать в польшу я же не забираю с собой ивано-франковскую область у меня вопрос есть к вам у меня есть к вам вопрос а вот те люди которые на майдан в четырнадцатом году выходили они хотели в евросоюз дань ну и пусть валят евросоюз опа я быстрее сказал хотели бы евросоюз а почему они не собрали вещи не поехали в евросоюз а пошли в киев убивать людей у нас был выбор или в как это или нахер или в евросоюз мы выбрали в нахер правильный выбор молодцы как это называется блять либо сделать союз россии я уже забыла как таможенный таможенный союз таможенный союз либо таможенный союз или по евросоюз смотрите янукович янукович сказал идем в таможенный союз а кто с ним не согласился, пошел его свергать. А надо было, как вы правильно говорите, собрать вещи и ехать в Евросоюз. Так вот, отлично. Почему так? О-о-о, опять училка проснулась. Что ты там все? А почему мои свои экраны тикаты поясни мне? А почему вы... Послушайте, послушайте. Вот он как их, как он их вылавливает, это просто трэш. Прибежала она, услышала, ой-ой-ой-ой-ой-ой, а чего им уезжать? А почему вы только что сказали, что они пусть валят в Россию? Как же он их ловит на этом говне? Какие же они тупые? Они за три минуты поймали сами себя. У нас есть свобода слова, послушайте меня, я не договорила. Так а почему вы жителям Донецка предлагаете собрать вещи и уехать в Россию? Вы же сами не хотите... Подождите, секунду, секунду. Ты историю знаешь, ты, мудила, ты кончишь. Хрюша, я смотрю, уже пальцы в рот начала пихать после носа. Мозг покорябало, в гланды полезло. Ну не ругайтесь опять, не ругайтесь. То есть смотрите как, вы хотите в Евросоюз, но ехать туда не хотите, потому что вы на своей земле. А жители Донецка хотят в Россию, они должны уехать, потому что они что, не на своей земле? Послушай, они на своей земле... А почему вы им предлагаете уехать? ЛНМ не существует, потому что вы пришли, ваши люди разбомбили города. Какие? Какие города? Подождите, какие города? Мы пришли? Донецк и Луганск начнем. Подождите, это Россия разве их бомбила? А кто? Да что за сраный вакуум в голове-то, серьезно? Ну, 8 лет же происходило. В натуре? Вот так вот, серьезно? Вот настолько вакуум? А раскол-то кто начал? Те, кто на Майдан вышли? Раскол начал восток Украины. А, восток уже начал Украину. То есть сначала был восток, потом запад, потом север, потом юг, потом нихрена себе, потом... А что потом было? Я забыл, а с чего все началось? Мужчина, давайте заново, я запутался. А почему? Восток Украины позже Майдана был. Потому что их что-то там, 100 человек, что-то там им не понравилось, и они захотели таможенный союз. Ну, слушай, большинство так не считает, и надо считаться с большинством. Ой, надо считаться с большинством, ути какая зайка. То есть 100, 200 тысяч, 500 тысяч, миллион хер с ним на Майдане. Порешали за 45 миллионов, это... Хватит, блядь. Это нормально. А вот то, что вот это... А там 100 человек... Вообще, как у вас так это происходит, мужчина? Если ты хочешь в Россию собирай манатки, это Украина. И ты должен понимать украинский язык, ты должен на нем разговаривать. Ну, вы сейчас на русском говорите. Я разговариваю с тобой на русском, потому что ты меня не поймешь. А кто вам сказал, что я вас не пойму? Ну, давай я буду разговаривать с тобой по-украински. Я разговариваю украинскую мою. Замечательно. У меня вопрос к вам. Я кушаю это самое, прибалтийскую мою. И че теперь? И че теперь? Мойва и моюва. Что-то пристало. Так что виноват во всем Майдан. А, Майдан виноват. А теперь послухай. Дивайся такое. Да, здравствуйте, а то я вас не видел. Что Майдан, типа через Майдан это вся фигня получилась. Ты сам со мной будешь згидный, что Путину потребны только земли. Ему больше людей. Да причем здесь Путин. Вы же сами сказали, что ему нужны только земли. А че он не сравнял с землей тогда всю Украину? У нас он ракет. О, выше крыши. Взял бы просто так. Ковер бы постелил на Украину. Так вот взял бы. Коверик так. И все. И нет, что-то начинает вот это. Тут вот так вот. Тут чуть-чуть. Тут аккуратненько. Тут вот здесь вот по полпиписочки везде отрубают. Высушенных. Не? В мозг не вкладывается? Ну ладно, продолжай. Что Майдан у вас не из-за Путина начался? У нас он не из-за Путина начался. Но при чем здесь? Мы же говорим, что Майдан все равно виноват. Я тебе еще пару минут тому пояснивала. А при чем здесь Путин-то? Путин-то при чем? Ты слышишь, что я тебе раз... Ну разве Путин Майдан начал у вас? Ты слышишь, что я тебе говорю? Да, конечно. Ты слышишь, потому что я тебе пару минут тому сказала. А сейчас Путин не при чем, да? А Майдан кто у вас организовал? Ну давай начнем с... Ну закинчим с Майдана и начнем с этой самой фигни, которая осталась у нас в Украине. Так до Майдана все жили спокойно и нормально. И Украина была целым государственной. Я без венечения. Девочки, есть причина, есть следствие. Давайте сначала начнем. С чего все началось? Адам скушал яблоко. Или что там было? Не, не с этого? Я пояснювала тебе перше. Когда Путин что-то хотел от Украины, наши президенты трошки тупые. Мне кажется, моя сестра 5-летняя не понимала, что Путин это лейно-лайно. И он продажный. А кто сам? А Путин продажный. Путин что-то продал. Путин оказывается продажный. Извините. Продажный у вас президент. По-перше, послушайте, дай мне договорить. Сейчас будем ответить на твои вопросы. По-перше, у Путина мания величия. Это стоп. И это даже вы сами знаете. По-друге... Есть диагноз у тебя от врача? Есть справка? Нету, я понял. У него еще какая-то... А при чем здесь Путин опять? Вы же живете... Я тебе поясню. Вы же живете в независимости. Я тебе хочу спасти в пасху, ты меня не чувствуешь. Я кого папа ты меня, блядь, перебиваешь, когда я с тобой говорю? Да при чем? Почему у вас все время Путин виноват? А че ты боишься сказать, что Путин хуйло? Подождите, у вас свои президенты... Че говорит, ты боишься? Если он так не считается, зачем ему так говорить? Че говорит, ты боишься сказать? Не боимся, просто мы так не считаем. Че за бред? Президенты есть? Я тебе поясню, я тебе хочу пояснить, ты меня не чуешь, это не с одним президентом. У вас он один президент, уже скільки років? Нет, он уже... Он третий президент у нас, третий. А ты бачишь, скільки років він зараз? Я тебе хочу пояснить, чого у нас зараз такая фигня. А ты меня перебиваешь, ты мне ни хуя не даешь сказать. У нас, когда развалился СРСР, РСРСРР? Давайте вам назову. Вы знаете, что в Германии последний президент, ну, не президент, а канцлер, Ангела Меркель, она 16 лет была. Я знаю, я это знаю. Но Германия... Я не слышу, я тебе заклала пазлы. Не, я слышу, слышу, слышу. Ты не слышу, потому что ты меня перебиваешь и пытаешь меня... Говорите, слышу вас. Гивися, я тебе скажу так. Это началось с того, когда мы продали вам ядерное оружие. Да, они нам продали ядерное оружие. Так вот, что Путин продажный. Он купил ядерное оружие у них, оказывается. Причем тогда Ельцин был. Но, видимо, Путин как-то втихаря прикупил. Ладно. Вы не продавали нам ядерное оружие. Ну, видала, видала. Нет, там немножко не так было. Когда Украина стала независимой... Когда Украина стала независимой, она объявила нейтральный статус. И по этому статусу, естественно, Украиной не должно было быть ядерного оружия. Украина подписала договор о нераспространении ядерного оружия. И по нему это оружие... У него антивирус на этих двух дур уже выскочил. Понимает, что на экране вирусняк какой-то. Говорит, э, у вас на экране какая-то херня. Уберите, удалите. Ну, Евгений сейчас почистит, я думаю. Все сдала. Да, это американцы и англичане вас заставили сдать оружие. Да. Ну, вы знаете, Путин не нападал... В каком роте? Так же, как... В каком роте? Я тебя попитаю себе, блядь. В каком роте Россия? Вы имеете в виду Российская Федерация как государство? Не, взагалі. Взагалі ваша страна в каком роте? Ну, смотрите, у нас название страны менялось много раз. У нас была Российская Федерация с 91-го года. До 90-го... Не, Боже, я тебе говорю еще за роки, якщо не помиляюсь, 18-го столеття. Давай почнемо с цього. Не, почему 18-го столеття? О, ну куда мы опять улетели? В Киевскую Русь сейчас улетим опять. Да шо ж такое-то? Ну, мать, ну хорош уже. А я тебе говорю, коли створилася, коли Україна была створена, и коли створена Россия. Ну, давайте... Давайте... И когда же створена была Україна, интересно? Наверное, еще до Римской империи, скорее всего. Ну, скорее всего. Смотрите, я же вам рассказываю. До Российской Федерации был Советский Союз, а до этого была Российская империя. До Российской империи было Русское царство. То есть, вот Российская империя образовалась в 1721 году. А на месте Украины какое государство было? А в Украине коли? Ну, как называлось государство украинское? А в Украине коли? Да Украина в 22-м году заебало дуро орать. Уже меня бесишь. Извините. Пардон. Ну, тут... Ч-ч-ч-ч-ч. Знаю, я знаю. Что ты маешь на увазе? В 18-м... Давайте. В 18-м веке. Как ваша страна называлась? Якщо ты маешь на увазе, что наша краина называлась, мало назву, Киевская Русь. Русь. Постойте. У меня вопрос. В Первую мировую войну на чьей стороне было государство Украины? Вот вся Европа воевала. Вся Европа воевала. Вот на чьей стороне воевала Украина? И кто был правитель тогда в этой стране? Просто ответь. Просто ответь. В 18-м веке как называлось ваше государство? Долбоебизм. Ой, извините. Украина. Быстро, ладно. Украина. Подождите, а кто был ее царем, королем или императором? Императором? У нас не было императором. Ну, подождите. Вот смотрите. У вас может быть император сейчас в такой веке. Смотрите. В 1721 году Петр I объявил себя императором, а государство назвал империей российской. А как Украина называлась в это время? А когда была створ... О, посрала? Молодец. Я за тебя рад. Украина, Россия. Не, вы говорите сейчас про 18-й век. А че у матери с лицом вот у этой? Мне кажется, она поняла, что... В говно вступила сейчас такая... Бля, а как же называлась-то? Сука, а как называлась? Они знают, как называлась, а потому что не было. Скажите, пожалуйста, в 18-м веке ваша страна как называлась? Что за 18-й век, блядь, говорите, сука? А ты что, с 18-го века еще живешь, да? Вы же сами спросили, как называлась... Нет, подожди, я с тобой... Леся, знаешь, у ваших проблема в том, что... Подождите, вы сами запутались, вы спросили. Я не запуталась. Я, говорит, не запуталась, но сижу и думаю, как же называлась. Понимаю, что никак не называлась, и понимаю, что не знаю. Поэтому че надо делать? Надо стрелочки срочника переводить куда-нибудь. Знаю историю. Наша украинская... Хорошо, давайте историю. Давайте историю, хорошо. Ну, историю, ну, это же интересно. Вы сказали, что знаете историю. Я спрашиваю вас, как называлась ваша страна в 18-м веке? Ну, если она была всегда... А как она могла называться, если она все життя называется Украиной? Она всю жизнь называлась Украина. Всегда. Вот так вот. Как назвали Украина, так она всю жизнь Украина была. Всегда Украина была. Всегда. И территория была неизменна. И всегда с Крымом главное. Нет, нет, подождите. Подождите. Я тебе скажу так. В 18-м веке... В 18-м веке... В 18-м веке город Киев в какое государство входил? В Российскую империю. Киевская Русь. Ну, как же Киевская Русь, если Российская империя была? Киевская Русь, братан. Киевская Русь, потому что Украина створена 989-го року. Это не Украина. Это не Украина. Это город Киев образовался. То есть основание Киева 900 какой-то год. Но страны-то Украины не было. Был город Киев. Киевская Русь была основана до нашей эры, блядь. До нашей эры, да. До нашей эры. Динозавры основали. Киевскую Русь основали динозавры. Динозавры. Хуепитеки и говношмертеки организовали. Да, Киевскую Русь. И была Украина. И князь был у них астропитек главный. До вашей эры точно. Слушайте, ну... Да, на распаду Киевской Русь. У меня вопрос так. Хорошо. Я не погано знаю историю про Киевскую Русь, но я загуглила для тебя. Давайте загуглили. Так. Да, загуглила. Загуглила. Не, не такая начитана и не такая уже... Не, ничего страшного. Интернет. Мать, я надеюсь, ты Арестовича загуглила. Иначе сейчас все насмарку пойдет. Я вот... Давай ты Арестовича загуглишь. А потому что оно сейчас не по теме пойдет. Ситуация, как ты... Как мы перепрыгнули с Майдана до Киевской Руси, я не знаю. Это вы перепрыгнули. Это вы перепрыгнули. А в 14-м году... Мне просто интересно, а кто... В 14-м году куда российские войска вошли? На какую территорию Украины? На территорию Украины Донецкая область и Луганская область. А кто это? А почему их пропустили на этом... на границе? Кто пропустил? Кто пропустил российские войска через границу в 14-м году? Кто? О, какая тварь. Давайте его посадим. Кто видел? Кто видел? Видели наши солдаты. А, солдаты видели, но пропустили. Потому что решили, что проходите, пожалуйста, ебашьте нашу страну. Проходите, пожалуйста. А что пропустили тогда, раз солдаты видели? А? Не получается. Не со стыковочком. А почему нет ни одного видео, ни одного снимка из космоса нет в 14-м году, как российская армия заходит? Ну, давайте мы вам покажем снимки из космоса. О, она сейчас снимки из космоса достанет нихуя. Хо-хо-хо-хо. Мать, давай. Покажите. Как ваши люди въехали в Бучу и там вызывали людей. Нет, это был 22-й год. Подождите. Че, говорит, вы скачете с темы на стену? Только что разговаривали за ДНР, хуяку в Бучу сама прыгнула. Прямо сразу такой. Скаканула. Что за привычка скакать у вас? С Майдана. Кто не скачет, тот Маскаль. Почему нет ни одной фотографии, ни одного видео? Как вы задолбали со своими доказательствами, ей-богу, Евгений. Ну, хватит уже. Че ты на слово-то не веришь? Девочки, смотри, как стараются, как пыхтят. Ну, елы-палы, ну, русские войска там были. Ну, были и были. Ну, че начинаешь нагнетать? Ну, охренеть и доказательства. Хорош уже. Сейчас мадемуазель лопнет. Российских войск, которые... Ну, вы прекрасно знаете. 24 февраля 22 года. Полетели ракеты, полетели самолеты, зашли танки. Кто такой Захарченко? Захарченко, это гражданин Украины. Гражданин Украины, да. Да, Захарченко. Можете в интернете набить, почитайте. Кто такой Захарченко, набирайте. А Губарев? Ну, Губарев, да, были представители России. Но это не армия... А что бы они робили там? Но это не армия Российской Федерации, понимаете? Что бы они там робили? А знаете такой актер? Пашинин, Пашинин. Знаете актера такого? Не знаю. Вот актер российского кино Пашинин. Во многих фильмах снимался. Воевал на стороне украинских вооруженных сил. Он россиянин. И что? Ну, то, что россияне, граждане России, воевали с обеих сторон. И чеченский батальон воевал на стороне украинских вооруженных сил. Назывался батальон Джохара Дудаева. Знаете такое? Поэтому добровольцы из России воевали и на той стороне, и на той. А вот российской армии на территории Украины в 14-м году не было. Там не было российской армии, я с тобой согласна. Потому что там были российские террористы, которые захопили наши территории. Ну, во-первых... Яких прислал цей Путин. И навіть тогда, когда подбили Боинг, были доказы все, что это была российская. Ну да, были доказы все, что сбили Боинг наши. Но, правда, пока не доказали. Но доказы были. До сих пор еще решение суда в Голландии нет. Но это не есть, что это была ракета российская. Нет, нет доказательств. И не спор, будь ладь. Нету, нету. Вы можете в интернете прочитать. Суд еще решение не принял. Поэтому могут с такой же вероятностью... Сколько я думаю, что принял? Давай, не будем определиваться. Но у вас же интернет есть? Слушай, там было... Там... Вин даже не спор... Вы можете посмотреть сейчас. Что он передает. Что он передавал. Восемь роков зброю на территорию Украины Донецька. Кто передавал? Путин. Слушайте, причем лично. Лично Путин танки возил. Гонял. Владимир Владимирович, вы куда? Да пойду, перегоню танк до ЛНР. Сейчас вернусь. Погоди, парни. Лично, лично гонял. Ну а что делать? Мужчине скучно. Вопрос. А страны НАТО передают оружие Украине? Причем тут НАТО? А при чем... А это другое. Извините. Это другое. Подождите. То есть страны НАТО воюют тоже на территории Украины? То есть НАТО воюет с Донецком и Луганском? Если вы хотите воювать с НАТО, то, будь ласка, в сторону Америки. И там НАТО находится. Нет, постойте. Вы сказали, что... Украина просит допомоги Украин. А ДНР и ЛНР просят помощи у России. Такого нема. Нема такого ЛНР, блядь. Нет, есть, есть, есть. Нема, нема такого. Есть. Можете посмотреть. Есть. Что? Ну давай, я найду... Донецкая Народная Республика. Прочитайте. Давай. Давай. Да, есть референдум, который прошел в 2014 году. Донецкая Народная Республика, або ДНР, террористичное, квазидержавное утворение, вызнанное Российской Федерацией, установленное полюбитом. Ну это вы Википедию. Это она Арестовича читает. Украинскую читаете. Про российских политических лидерам, сепаратистов на оккупованной Российской Федерацией, территорией, окременных районах. Я могу про Украину такое же прочитать. Это квази-государство с наркоманом-президентом во главе Арестович, Хренович и Кличкович, в которой ни хрена нету, кроме фашистов, нацистов и каких-то еще нцистов, которые скоро закончатся как государство и... неразборчиво. А, и дальше ни хрена там не будет, а все будет там Россия. А, ну вот так написано. А что я тебе сделаю? Так написано. Это вы читаете версию украинских СМИ? А ваша версия, кажется, совсем другая. А наша версия другая, да. Наша версия другая. Давайте почитаем с американского Гугла. Давайте почитаем. Лучше сменится. Такого не найдете. Не-не, дело в том, что вы читаете сейчас официальную версию украинских властей. Дело в том, что... Дело в том, что если я вам прочитаю российскую версию, там будет по-другому. Поэтому главное, как люди считают. Вот люди в республике Крым захотели быть в России. Они проголосовали на референдуме. Жители Донецка... Жители... Дослушайте, дослушайте. Жители Донецка тоже провели свой референдум. И захотели независимости от Украины. Это так же, как у вас на Майдане. Люди захотели скинуть Януковича и скинули. Хотя это было тоже незаконно, понимаете? Незаконно. Конечно. У вас в России вважается незаконным, если ты скинешь диктатора, который тебе не понравится. По-перше, он побил студентов на Майдане. Это уже первая причина диктаторства. И такого президента... Побил студентов на Майдане. Первый признак диктаторства. Мать, ты посмотри, как митинги разгоняют в какой-нибудь Германии, в Франции, в Америке. Там чуваку прям в упор. С дробоша резиновые пули в грудину. Как далее он аж улетел? Я не знаю, там живое, кстати, или нет, там не писали. О, побили студентов. Ээээ. 70-летних. Мы не хочем отримать біля себе. У вас також бьют людей на мітингах и так дальше. Вы сидите, ручки склали, бо вы ничего не можете зробити. А ты сидишь и регочешь. Чого ты регочешь? Того, что я тебе кажу правду. Я про избиение студентов много читал. Оказывается, вот в ноябре... Вы опять, вы сразу, вы сразу, вы сразу перебивать начинаете. Не, подожди, потому что ты начинаешь сновидеть уже, борзеть, ты начинаешь. И ты мне будешь сразу рассказывать, кто бил студентом и коли бил студент. Ну, если вы наберете в интернете люди, которые обратились... А иди нахуй со своим, блядь, интернетом. Хрюша опять проснулся. Мне же подивайтесь с Кобееву. Нет, я ваш украинский интернет вам говорю. Дело в том, что после... Если тебе в интернете скажут, что Путин перевернулся в работу... Короче, ты с тобой, любите, до ранку сидели. Одна... Знаешь, в чём проблема? Потому что мы с тобой не договоримся, блядь. Нет, проблема в другом, мать. Проблема в том, что, чтобы договариваться, нужен мозг. Вот здесь, вот в этой области. А у тебя повязка слишком тугая. И поэтому у тебя там мозг... Сохся, видимо. Поэтому разговор не получается. Просто с вами обсуждать. Я ненавижу вашу Россию, блядь, до кисток, блядь, своего тела. Блядь, до каждой краплины своей крови я вас ненавижу. Это зря, это зря. Вам придётся... За те, что вы с нами сделали. Слухай меня, твари. Да, да, да. И то, что вы сделали... Ну, это слушать уже сложно достаточно. Достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует...